Музей-заповедник Наш замечательный праздник концертом, военным концертом, войск стратегического назначения, участников парада на Красной площади 9 мая. Они у нас играли военные марши, замечательные советские песни. Народу было очень много, специально готовили, слушали их. Затем у нас сейчас идет концерт Большевиземской школы искусств в парке. Все это летом проходит, все это бесплатно. Приобщиться к искусству мог любой желающий. Вход в музей-заповедник свободный. На протяжении всего дня для посетителей проводились обзорные экскурсии. По традиции открыли и лодочную станцию. Но самое интересное – вечером. Свечи, аутентичная обстановка переносят гостей в 19 век. Билеты на интерактивный спектакль в гостях у пиковой дамы раскупили еще за несколько недель до начала. По идее этого спектакля, экскурсовод проводит экскурсию, вдруг зал врывается Герман с Чиколинским, они начинают что-то такое обсуждать между собой. Экскурсовод говорит, что мы с вами как много лет назад спустились как бы в ту эпоху, как будто бы попали в другое измерение. Здесь игра в карты, угрожает Герман старой графине, она умирает, потом является ему в образе привидения. Затем и горный дом, где Герман обдернулся картой, и опять-таки эти привидения все возникают. То есть это очень-очень интересно. Тройка, семерка, дамы. Герман сошел с ума, сидит в обуховской баллице, суда от этого вы не отвечаете, на какие вопросы решатчик необыкновенно скоро. Тройка, семерка, тут тройка, семерка, дамы. Всего пять сеансов. Среди посетителей не только местные жители, немало москвичей из Венигородцев, специально приехавших, чтобы погрузиться в атмосферу того времени. Мне кажется, действительно, экспозиция наполнена какой-то удивительной мистикой. И само место, мистическое, овеяны ауры пиковой дамы, и вот эти необыкновенные ощущения какого-то праздничного действа, и внутренний трепет. Вот это все было, это все было, это присутствовало. Это действительно уникально. Праздничные мероприятия завершились глубокой ночью. Тринадцатая ночь музеев побила все рекорды и собрала в этом году более пяти тысяч гостей. Екатерина Гировая, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok